Это взамен устаревшего, которое только кажется правильным. Если сравнивать мировую политику с одной большой кастрюлей, то уже есть четкое ощущение, под крышкой готовится новое блюдо. Главное, чтобы крышку не сорвало. Мы готовы пробовать это новое? Мы готовы питаться им дальше? А вот тут уже нужно нам самим понять, потому что вкус очень специфический. Посмотрите, Украина, 44 кандидата в президенты, мюллетень для голосования длиной почти в полтора метра. У каждого свой рецепт спасения страны. От чего? От самого простого. Бедности, коррупции, войны. Но вот дальше уже о том, кто в спасательных командах. Ведь сейчас Порошенко и Клинкин говорят, что открыт ящик Пандоры, что в стране эпидемия кори, что не выдают жизненно важные лекарства, потому что суд отправил в отставку по требованию депутата Масичука, исполняющую обязанности главы Минздрава, ее нужно срочно вернуть. А почему ее сняли? Потому что она годами была ИО. Назначить ее нельзя, у нее американское гражданство. И отказываться от него даже сейчас, когда Порошенко требует людей спасать, она не собирается. И о ящике Пандоры Клинкин говорит, потому что таких ИО с двойным гражданством в киевской власти выше санитарной нормы. Они тоже западные паспорта не сдают. И Всемирный банк объясняет, при таком темпе развития Украине нужно будет от 50 до 100 лет, чтобы выйти на уровень европейских стран. Ускоряйтесь. Но Порошенко объясняет, да, у нас есть два врага. Бедность и российская агрессия. С агрессией уже все понятно. В Сирии трижды разгромленный гил, В путь для три раза войска выпадил. Но после третьей победы в Куйлан, Сотня российская там полегла. И все ужасные потери частная, Военная компания. Но почему-то, и на минуту, Мне их не жалко никого. На урке нужен, заверил песком, Из-за каких-то лети дураков. Дал Пентагон краткий честный ответ. Честная армия, марш, марш, вперед. Повар кремлевский на смерть вас жмет. Думят на грабли в Кремле наступать. Бабы успеют еще нарожать. Идем напрасные. Матери частная, Военная компания. Скоро расисты будут отмечать свой праздник. Двадцать третье. И Вадим Дубович вас поздравляет с этим праздником. Меня не будет в эфире, я так планирую, На следующей неделе. Поэтому, что называется. Но, задание не поздравляю. А давайте-ка приступим к новости. К новостям. С вами я, сволочь Кремля, Ирада Змеиналова. Так. Сегодня в программе, да. Значит, к журналистке Эхо Москвы Пришли с обыском из-за материала Антирактива в Архангельском ФСБ. Запрещенная статья Светланы Прокопьевой, Которую я прочитаю. Третий в Солсбере. В Солсберецкий продолжается сериал На очереди Седьмая или шестая серия. Шестая серия, по-моему, да. Теперь официально Сергей Лазарев Вновь представит Россию на Евровидении По стопам Димы Билана. Но ждет ли его такой же успех, Как у Билана в 2008 году? Вот вопрос. Большая война. Шведы разгадали коварные Планы Москвы на их территорию. Четыре сердца, черты... Не четыре. Черные сердца, черные рты. Роман Носиков, этот пропагандист, Рахит Рашист, О Маше разгневанных яшематери. Разбираем пропагандистскую статью Рио Новости, Которая принадлежит всем известному повару. Не статья принадлежит, А Российское информационное агентство, Федеральное агентство новостей, Кремлевскому повару Путину Пригожину. К журналистке Эхо Москвы в Пскове Пришли с обыском Из-за материала о теракте в Архангельском ФСБ. Силовики, боевики Задержали регионального эксперта движения Голос Алексея Малова И нагло стрелили у него мобильный телефон. А что касается журналистки Эхо, Единственного в России бесплатного СМИ, Где нет пропаганды, Где говорят абсолютно течетейшую правду Про власть Светлане Прокофьевой, То ищут дело по статье, Часть 2-й, 205-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Оправдание терроризма. Также Роскомпозор, В деличестве Роскомнадзор Докопался, Доехал в Москву, В Пскове, И до издания Псковская лента новостей. Все из-за того, Что Светлана Прокопьева Написала статью, Которую она назвала Репрессии для государства. Эту статью вы не найдете нигде, Кроме как в интернете, С которым наши депутаты сейчас активно борются, Принимают соответствующие законы, Чтобы россиянин побольше, что называется, читал книг, Побольше слушал радио, Но поменьше сидел в интернете. Итак, запрещенная статья О репрессии для государства. Раз уж чекисты, власть докопалась именно до этой статьи, То вам я сейчас ее и прочитаю. Вот, она, кстати, на сайте запрещена в России. Всем советую данный сайт. Ну, а теперь статья. Вот это непосредственно Светлана Прокопьева, Как я понимаю, да? Так. Итак, запрещенная статья для запрещенных людей. Государство Россия Открыто Прессует Тех, кто ему не лоялен. Вот примеры. 4 ноября, День народного единства. Организатора согласованного митинга против коррупции Артема Милушкина В прямом смысле положили в грязь лицом чекисты. А Артем ехал с женой и детьми в автомобиль, и его остановили на въезде в город для проверки документов. На секундочку остановили из крайнего левого ряда. Так как проверка документов, это был всего лишь повод. Потом ГИБДД пригласила Артема в свою машину, и он пошел к ДПСовцам. А тут как тут подъехал черный автомобиль Митсубиси. Из него выскочили маски-шоу бойцы в штатском. Положили в прямом смысле этого слова Артема в грязь. В лужу грязи лицом. Напоминаю, было четвертая игра. То есть не просто положили в лужу грязи лицом, а в холодную лужу. Это чекисты, путинские террористы, пишет Светлана Прокофьева. Это вполне могли быть бандиты. Но нет, это хуже бандитов. Это свои бандиты из ЧК ВЧК. ВСБ. А ГИБДДшники были невозмутимы, когда Артема клали в холодную лужу грязи поздней осенью. Затем жена Артема Лилия нашла своего мужа на улице Комиссарской. В региональном отделении ФСБ. Ему предъявили неповиновение полиции. Нормально, ему в лужу холодной грязи. И мужу предъявили неповиновение полиции. Лилию пришлось обратиться в службу собственной безопасности. Федеральную службу безопасности. Кстати, если вас пульсуют ФСБшники, советую в ССБ обобращаться. И только после этого его мужа отпустили. Сама Светлана Прокопьева, вот что вспоминает. Полицейский мент его остановил не так давно на улице Перми. Просто проверить номер рамы ее филосипеда. Но уже через 5 минут патрульный угрожал задержать меня, Светлану Прокопьеву, и доставить в обезьянник в отдел полиции. Он делал все, чтобы как можно дольше не отпускать Светлану Прокопьеву по своим делам, демонстрируя свою власть. Полицейские ФСБшники наслаждаются своей властью, своим правом на насилие и злоупотребляют им. И вот в этом уже 20-летнем правлении Путина выросло новое поколение людей, которые знают, что на митинг ходить нельзя, а то разгонят и побьют. А потом за это, за драку их, тебя и осудят. Новое поколение людей знают, таких как я, знают, что одиночные пикеты наказуемы. Они, эти новые люди России, видят, что только в составе ядра, КПРФ, ЛДПР и СССР, ты можешь безболезненно состоять, то есть только в определенном спектре политических мнений. Новое путинское поколение, которое не видело другого лидера России, хорошо выучило на примере своих товарищей, что в суде нет справедливости, а судья просто штампует приговоры и больше ничего без разбора. В России нет нигде снисхождения, признания своей вины, признания вины со стороны государства, с которым страшно иметь дело, и это не только с силовиками, но и с другими органами. Юные граждане от государства только терпят запреты и наказания. Никакого Российская Федерация не дает им развития. А как известно, жестокость, поражает жестокость. Вот юное путинское поколение, поколение нулевых, другого ничего не придумывает, кроме того, чтобы взять бомбу и идти взрывать Архангельское управление Федеральной службы безопасности, которое отдувалось за всю преступную систему российской власти. Да, и все больше и больше становится молодых людей, кто берет бомбы, заметьте, даже не оружие, а бомбы, и идет взрывать. Они думают, что таким образом они отомстят власти. На самом деле, конечно же, это не так, но они думают, что именно так и в этом виновата, конечно, власть, потому что, как еще раз я, тут написано, только определенный спектр мнений разрешен в российском обществе. если ты не попадаешь под этот спектр, то вся государственная машина тебя жестко наказывает за то, что власть фабрикует дела и нарушает гражданские свободы, делая из молодого поколения россиян двухтысячных годов рождения, а, да, из-за того, что власть фабрикует дела и нарушает гражданские свободы, она делает из молодых россиян террористов. Конец статьи Светланы Прокофьевой. Эта статья заделала чекистов, просто тех, кто стоит за чекистами, то есть, наверное, Кремль и руководство ядра за живое. Просто эта статья задела за живое людей. За... Потому что в этой статье рассказывается правда-матка, за которую в России убивают людей. Да. Борис Светлана Прокофьева с этой системой Борис и вы, дорогие зрители, боритесь с российской властью, любыми методами. Далой тех, кто сажает людей, не разобравшись в их делах, вперед, молодое поколение. Не будьте террористами, будьте революционерами. Вот за это, да, за эту статью шьют дело, как я уже сказал. Дальше. Идем. продолжаю ваш и мой любимый сериал или рубрику, кому как больше нравится, Солсберетские. Шестая серия. Называется Третий, не лишний. Мы уже много что знаем про Чепыгвы и Мишкина, про Петрова и Баширова, где учились, с кем спали, где у них было еще задание, но теперь он в наш сериал, продиктованный жизнью и российскими спецслужбами, вовится третий персонаж, один из главных. Им является Сергей Федотов, еще один оперативник ГРО. Имя и фамилия вымышленная. Он прибыл в Великобританию в тот же день, как и наша сладкая парочка Петров и Баширов. Номер его действующего паспорта на одно-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые указали место выдачи им паспортов. А это место выдачи паспортов адрес Хорошаевское шоссе, город Москва, дом 76. Там же по чисто случайному совпадению находится штаб-квартира главного, ну сейчас это называется просто Главное управление Министерства оборота Российской Федерации или же по-старому Главное разведательное управление. Сергей Федотов улетел из Великобритании в день отравления Скрипалей 4 марта. В январе 2014 года Федотов с Петровым, он же Чапыга, совершил путешествие в Чехию. Федотов также летал в Киев, Милан, Женеву и Лондон в 2017 году по пока неизвестным причинам, но забавно, что именно Чехия фигурирует во многих автобиографических романов разведчиков. Именно там происходит действие многих шпионских фильмов, как советских про Чехословакию, так и американских, уже про современную Чехию. Да уж, в том, что Сергей Федотов агент разведки, нет никаких сомнений. В Чехии для разведчиков это все равно, что стройка для строителей, это их место работы, это их место деятельности. Сергей Федотов курировал группу россиян разведчиков диверсантов, которые наблюдали за скрипалями до покушения. Сергею Федотову 45 лет. В России на Сергея Федотова ничего не зарегистрировано. Его нет в базах данных. По неподтвержденным данным он уроженец Ростовской области, но подчеркнул, что эти данные далеки от достоверности. Но все остальное чистая правда. Ему действительно 45 лет и он действительно был с Петровым и Башировым и в Англии и в Чехии. Впрочем, это доподлинно известно, что Сергей Федотов не сел на обратный в Москву самолет, как утверждалось мной ранее, вместе с Петровым и Башировым. По неизвестной опять-таки причине он не сел на самолет и сейчас где-то вполне возможно разгуливает по Британии в поисках новой жертвы путинского режима и вполне возможно, что его зарегистрировало контрразведками 5 или разведками 6 или ЦРУ и это их крот, благодаря которому постоянные зрители моего канала знают больше про Петрова и Баширова, чем остальные люди. вдогонку данной новости в Шведском Институте Обороны заявили, мы о чем об этом поговорим, но в Шведском Институте Обороны заявили, что Россия начала готовить свои войска к ведению полномасштабной войны. Дело ясное, что Федотов муж Оксаны Федотовой вполне возможно прикрывал и прикрывает киллеров Путина в Британии, но и одновременно подготавливает вторжение, а точнее помощь ирландский республиканский армии, если Брексит не решится мирно в самой Британии. Напомню, что камнем предкновения по Брекситу является граница между Ирландией и Северной Ирландией, которая входит в Великобританию, а Ирландия входит в Евросоюз, да, и в случае Брексита, а он уже очень скоро, 1 марта, да, по-моему, да, по-моему, 1 марта Брексит, и в этом случае граница между Северной Ирландией и Ирландией будет даже не столько границей между двумя государствами, а сколько границей между гигантским Евросоюзом, и этой крошечной Британией, чья империя давно уже сузилась до пределов своего острова. Ну что ж, Федотов, Федотов, может еще что-нибудь про него и всплывет, как говорится, to be content, или продолжение следует про Скрипалей. Теперь официально Сергей Лазарев вновь представит Россию на Евровидении. Это стало известно 8 февраля. Сережа уже участвовал в конкурсе в 2016 году и занял третье место на конкурсе. Однако по результатам сугубо СМС-голосования он занял первое место, но, как известно, пострадал из-за кремлевской политики на Украине и за это, за то, что Сергей Лазарев представлял страну агрессора и оккупанта, самую дерьмовую страну мира, от которой больше проблем, чем пользы, без которой человечеству жилось бы лучше. Из-за это он пострадал из-за своего царя-батюшки, который, что называется, проводит никчемную политику, и так-то он был на первом месте, но официально занял третье место. Да, я не скрою всё по политическим причинам. он был, Сергей Лазарев, в 2016 году не взвешен командой продвинутых политических судей музыкального конкурса с первого на третье место сразу. Дальше не на второе, хотя я думал, что на втором он был. Так, подготовкой номера вновь займётся Филипп Бедросович Киркоров. У Киркоров получаются очень талантливые номера и очень хорошие песни, но есть одно но. Как правило, они эти номера не побеждают на конкурсе, они яркие, они музыкальные, они даже мне нравятся, но они не побеждают на конкурсе ни разу, а занимают второе, третье, четвёртое места и далее по списку. Что будет на этот раз у Фила? Какое место займёт его подопечный? Предсказать трудно, но мне бы хотелось, чтобы на сей раз Сергея Лазарева крутанули на все 360 градусов, предварительно подвесив её на сцене и он пел бы свою песню вверх тормашками. По-моему, кто-то уже так делал. даже если он не выйдет в финал и если бы его крутанули по 360 градусов и он как бы будет петь вверх тормашками, на мой взгляд это было бы очень круто. Петь 3-5 минут свою песню вверх ногами. Тут всякие расисты, рахиты, патриоты своей никчёмной стороны пишут «А зачем смотреть эти петушиные шоу? Кому оно интересно в России?» И я могу ответить «Это не шоу и даже не три просто концерта в мае Евровидения и это чемпионат Европы по подпению». Напомню, что Украина побеждала трижды. Трижды побеждала. Да. А Россия только один раз в 2007 году. Так что и здесь перемога над Россией была достигнута. И даже если Лазарев победит на Евровидении 2019, то всё равно перемога останется за Украиной, а не за Россией. Так вот, это не просто конкурс песни Евровидения, это чемпионат Европы по пению. Луч победителем Евровидения кто победит на Евровидении будет называться лучшим артистом Европы или если это группа соответственно лучшей группы Европы весь 2019 год. что ставки высоты высоки от человек или людьми, которые принесли победу не себе, даже не своим продюсерам, а своей родной и если не родной но любимой стране того артиста или артистов потом уже будут носить на руках. Ох, какой патриотический вой поднимется кое-где, если Сирю Лужа победит, Путину нужны проекты, прожекты. А я напоминаю, если Лазарев победит, то по правилам конкурса Евровидения 2020 будет в России. И это петушиное шум выгодно в первую очередь Кремлю, Путину Медведеву, потому что в таком случае в Россию вновь поедут иностранцы с деньгами и вновь Россия будет втирать им пыль в глаза. Ну понятно, что деньги туристы поедут в Россию и свои денежки оставят в российской экономике, да, в гостиницах, в каких-то сувенирных лавках, это все выгодно Кремлю, но кроме того организация конкурса, это сколько можно попилить бабла. Так что Россия действительно представила своего на данный момент самого сильного кандидата, ну не считаю Ольгу Бузову за сильным кандидатом, хотя ничего против Ольги Бузовой на Евровидение тоже не имею. Я напоминаю, что когда Россия победила на Евровидении 2008 года, потом спустя несколько месяцев Россия вмешалась в войну с Грузией. Наверняка, если Лазарь победит на Евровидении в 2019, Россия уже не добровольцами в кавычках, а регулярными частями войск официально вмешаются вглубь, войдет, так сказать, как бы после этого не звучало вглубь Украины. Параллели с Димой Биланой тут слишком очевидны. Тот тоже не сразу победил, а лишь со второй попытки. Подумав, почесав репу, всякие пригожины, как повара, так и бродюсеры, подумали, раз Билана получилось со второй попытки победить, то и усилию должно получиться. Однако, как известно, снаряд в одну воронку дважды не падает, и все ждут от Сергея первого места, и только он может на этом покорить. Его может обойти к примеру полуженщина-полумужчина Билайн Хасани из Франции. Да, теперь есть и такие полуженщины-полумужчины, а российские фашисты в форменном фашистском расистском стиле призывают этого самого француза сжечь на костре, Жанну Дарк. Так что Лазареву удачи, а его тренеру Филиппу Бедросовичу тоже. Так как конкурс будет проходить в Тель-Авиве, кто победитель этого конкурса будут решать не фрики и даже не пидорасты, а жидомасоны. Вот это интересно. И действительно, раньше победители, кто станет победителем, решали геи и фрики. А сейчас будут решать жидомасоны. Интересен будет их выбор, на мой взгляд. Путин же недаром встречался с евреями много раз. Каждый год встречается он с евреями. И каждый год он перед ними отчитывается. Вот посмотрим, приведет ли это к успеху Сергея Лазарева. Большая, большая война. Шведы разгадали планы российских военных. Российские военные готовятся к полномасштабной войне. По мнению военных экспертов, аналитиков, в шведском институте обороны, да, сейчас, у Рональда тут высвечился. Так вот, по мнению военных экспертов, аналитиков, в шведском институте обороны раньше в Москве больше внимания уделяли локальным конфликтам. Да, мы все помним беспредел России в ГУЗе, и нож в спину братской Украины. В Крыму и на Донбассе. Но теперь армию России учат воевать со всей Европой, с НАТО и ЕС. Этот вывод основывается на том, что каждый год российские военные учатся воевать, то есть проводят учения на одном из направлений частей света. Запад 2017, Восток 2018, Юг 2016, Север 2015 и т.д. Действительно, масштабы этих учений впечатляют. В них задействовано 300 тысяч солдат и офицеров, 100 самолетов и вертолетов, 80 боевых кораблей, 36 тысячи единиц бронетехники, а также на заявлениях Сергея Шойгу, министра обороны, о том, что эти все учения не имеют аналогов мире по размаху в пространстве. В них задействованы парыгоны и базы от Северного Ледовитого океана до Тихого океана. То есть, действительно, шведы-правы России готовятся к континентальной войне. Более того, Россия ищет жертву, и я думаю, эту жертву она нашла. К сожалению, придется трепещать в Киеве. Да. Так. Вторит ему, министру обороны и шведским аналитикам, которые заявляют, что Россия готовится к широкомасштабной войне и к агрессии, и начальник генерального штаба России Герасимов. Если раньше Россия проводила учения на одном полигоне, то теперь военнослужащие Российской Федерации проводят учения на разных полигонах и на несколько стратегических направлений. Арыбия России совершает походы более чем на 7000 километров. В год России совершает походы более чем на 4000 километров по морям и океанам. явно к чему-то готовятся, это я уже от себя, к очередной агрессии и аннексии полуостровов. Воплощая идею Путина о том, что Россия в кольце врагов, а раз так надо их разорвать, это самое кольцо врагов. Денег в стране нет, но Россия проводит самые крупные учения со времен Запада в 81. Напомню, кстати говоря, после этих учений спустя 10 лет СССР пришел каюк, значит и России после учения в Восток 18 тоже придет каюк. Но сначала будет полномасштабная война и просто море крови, естественно. А потом будут утверждать, что нет, мы здесь ни при чем, это на нас напали. ух, все это мы уже проходили в истории и не раз. К чему бы это уже явно не к разведению глуби мира. Давайте посмотрим сейчас на карту мира и кое-что выявим. Графика тут есть, к сожалению, графики нет. Так вот, так давайте посмотрим на карту мира и кое-что выявим. Украина занесла в свою конституцию то, что она будет стремиться всеми силами в НАТО и ЕС. Не сегодня, так завтра Украина может разместить ракеты США для защиты от агрессии России на Донбассе. Те самые ракеты, что попадали под ДРСМД. Но теперь этого договора нет. Для этого, для размещения ракет США на территории Украины даже Украине даже не нужно вступать в НАТО и ЕС. А Кремль относится к Украине сами понимаете как. Не как к брату или сестре, а как к недобитку. Как к недобитому врагу на поле Сечи. На поле Песковской брани. А Украина страна немаленькая. И поэтому для начала нужны широкомасштабные учения, а уже потом опыт полученных научений может быть применен в бою уже не где-то на Донбассе и в Крыму, а в глубине Украины в Киеве и в Днепропетровске. Ну а про Львов молчусь. Сколько там? Несколько километров от Калининграда до Польши сначала. А где Польша, там неподалеко Львов. Все, почему это? А потому, что Путлер, Путлер, новый Гитлер потерял Украину. Вся Украина теперь почти еще один штат США, но никак уж не территория не лгона новой высокодуховной Российской империи, Российского рейха Вовки Царя. А значит, чтобы удержать некоторых свободолюбивых украинцев под короной московского царя с Ленинградской Лубянки остается только одно применение силы, не полусилы, не этих российских шахтеров, трактористов, которые еще в 2017 году числились военнослужащими Российской Федерацией, а через год уже нет, а уже официальной военной силы, военной мощи России против народа и власти, влады Украины. Поэтому и проводятся такие широкомасштабные учения, нарушаются Кремлем все договоры, ДРСНД, СНВ, ровно потому, что Россия, российская власть больше ни на что не способна, кроме как на войну, на применение грубой и очень грубой силы. Сапогом по башке вот стилю Москвы, так что стоит поверить шведским аналитикам, они сказали чистейшую правду. Да, Россия готовится к широкомасштабной войне, к большой войне с Западом. Кстати, вчера слушал Сергея Михеева на радио Вестях ФМ. Ну, конечно, он пропагандирует от обратного, что это Запад готовится к войне, но обратите внимание, что, наверное, скорее всего, и Россия готовится к большой широкомасштабной войне, и Запад тоже готовится к этой войне. Вопрос когда они схлестнутся и на чьих территориях. Понятно, что, скорее всего, на территории Украины, возможно, на территории Белоруссии. Будет ли применено ядерное оружие в таком случае, вопрос пока открытый. Но то, что Россия действительно готовится к широкомасштабной войне, вне всяких сомнений, это железобетонно. И, кстати, одновременно Россия готовится к войне как с Западом, так и с Востоком. Речь, конечно же, про Японию. Да, миролюбивые заявления в российских СМИ по поводу японского премьер-министра Синдзо Абе. Главное, потому что Синдзо Абе восхищается Путлером. Но вопрос с Курил никто не отменял. Это первый момент. А второй момент Синдзо Абе может уйти и на его место может прийти абсолютно лояльный американцем премьер-министр, который займет жесткую позицию по Курилам. Ну, и я уж не говорю про то, что возможно смена власти в Китае, но тут мало, больше мало, вероятно, но все-таки возможно. А Китай, как мы знаем, уже допиливает Таежный лес, да, Таеша Таиги, уже почти ничего не осталось, вы, дорогие россияне, больше внимания выделяете Украине, Белоруссии, в целом противостояние Западу, но не замечаете, как в это время китайские лесорубы со своими пилами переходят вашу границу и начинают и в простонародье тырят ваши недра и ресурсы. Обратите лучше на это внимание, чем на Украину. ибо у Путлера остался лишь один очаг давления и это тотальная и беспощадная война с некогда братскими народами и с пиндосами, которые победили Россию в 1901 году. Путлер таким образом жаждет реванша, как и Гитлер жаждал реванша и его получил после Первой мировой войны. И надеюсь, по аналогии с Гитлером будет Нюрнбергский трибунал, а скорее всего тогда получается Нижнегородский трибунал над властью Российской Федерации. Но все это дела далекого будущего. А пока тотальная беспощадная война, где будут гибнуть сотни тысяч россиян и украинцев и, наверное, американцев в страшных мучениях. И самое удивительное, Путлер это не предотвращает. Он, наоборот, делает все возможное, чтобы война случилась неминуемо как можно с большими жертвами и как можно быстрее. Потому что он жаждет диванша за 91-й год. Трепещите, украинцы, закапывайтесь в бункера. Бункер очень, ну, правда, бункер вам может спасти жизнь. Да. Это все может показаться, да что? Да, прилетите, она сдохну от хедерного взрыва, а если нет, а если бункер защитит, а если погреб может защитить, а? Ну, да, возможно, кому-то не повезет, и бомба российская пробьет ваш бункер, но береженного, как говорится, бог бережет. Так что советую вам обращаться в фирмы, которые строят бункера, да, это вам понадобится. Безусловно. Ну, даже если не будет никакой войны, даже если шведы пугают и рашистов, и западников, он будет хорошим в подсобном хозяйстве. Ну, и от жены тоже можно прятаться в этом вонке, почему бы, или нет, или любовницу, или любовника, да. Черные сердца, черные рты, черное я, черные мы. В России уже есть такое понятие, как протестная семья. Папа, мама, я протестная семья. Да, сначала молодежь требовала на митингах от правительства лучшей житухи жизни, а вот теперь их матери требуют того же самого. в нескольких городах России прошли марши разгневанных матерей. Поводом для них стало дело Анастасии Савченко, о котором я уже рассказывал, чью дочь, не якобы, как написано здесь, в пропагандистской статье, а реально улучшила кровавая губня. Кровавая губня не дала встретиться матери со смертельно больной дочерью в больнице перед ее смертью. Вот часто говорят про то, что мораль это не всегда закон, а закон это не всегда справедливость. В российском обществе чаще всего закон на стороне бандосов с их оуевшей культурой, но это все слова. А тут частый пример, когда ни убийцу, ни насильников, ни вора, ни сутенера держали в тюрьме. А за что ее держали в тюрьме? А за что Анастасию Шевченко держали в тюрьме? А за то, что она состояла просто в нежелательной организации. Не в террористической, нет, а в нежелательной. И даже не в экстремистской, а просто в нежелательной. Ее за это посадили. За то, что она защищала одного из главных врагов путинско-путлерского режима, ходорковского. То есть, человек не нарушил никаких этических норм и моральных правил, ничего не делал, чтобы его надо было изолировать от общества, не грабил, не убивал, не насильничал. у этого человека была больная дочь и тем не менее ее посадили, потому что кровавая габня жаждет крови россиян, жаждет новых репрессий, жаждет нового тридцати демола года. За больным ребенком никому не никому не было ухаживать, просто потому что мать, которая поддерживает Ходоковского в глазах Путлера, это не мать, а враг народа. И вот это реально возмутило всех остальных матерей. Еще раз, человека взяли не за то, что он там совершал страшные преступления, а просто за то, что он был не лоялен, потом в ходе громкого судебного процесса копнули ее дочь. Это не хулиганство в супермаркете, как тут пример написан. Даже матерей уже достал Путлер и путинский режим. Это не яш матери, которые качают право направо и налево. У разгневанных матерей на митинге есть опасность, что их ни за что посадят, а их детей просто убьют как ценных свидетелей преступления кровавой габани. Это не злоупотребление социальным статусом, как здесь написано в статье ФАН, а наоборот справедливая боязнь за этот социальный статус, потому, что какой бы блаженный яши матерью ты не была, ты абсолютно бесправна перед кровавой габаней. Представленный тут пример в пропагандистской статье фан некорректной собаками, сами потом прочитайте, просто найдите статью черные сердца, черные орсты, да. Представленный тут пример в пропагандистской статье некорректной собаками. Это немного разные вещи, да и не забывайте, люди, фан, что собаки особенно в стае бывают опасны не только для ребенка, но и для взрослого человека, ведь собака это всего лишь на всего удомашенный волк, со всеми вытекающими последствиями. Но вернемся к маршу, он начался в 13.00 10.00 февраля в более чем 10 городах России. Матеря и принтнувшие к ним отцы шли в разных городах России с лозунгами. Путин растоптал Конституцию, долой Путина диктатора, ФСБ сами террористы, свободу Анастасии Шевченко. Обещал Путлер нам поднять страну с колен, а посадил на бутылку водки под всеми статьями, под всеми этими лозунгами я подписываюсь. А что и как а что было потом, когда марш матерей проходил? Как всегда менты принимали кентов, но было одно отличие. Избивали людей на митингов по большей частью, не менты, не эти полицаи народа, а избивали людей те, у которых сомнительные полномочия, активисты, движения, серб. Их менты не трогали свои, можно избивать тех, кто не хочет, чтобы их дети погибали, а тут ФСБ прямо или косвенно. У ментов есть легитимное право на насилие, а вот у сеппорцев такого права нет. И я вырю, то их рано или поздно на ментовском загоне оприходывает оп, позиции отцы и дети, матеря, которые стремительно уходят из-под действия зомбо-телевидения. Если вдруг на митинге у вас срывают плакат не менты, а движение серб, то надо действовать жестко, надо двинуть им в рожу и вообще люди, которые срывают плакаты с желто-коричневой ленточкой так напоминают прогонщиков со свастикой 1937 года в Германии, что мама не горюй. Тут статья Фан еще ехидно замечает, что митинг не был согласован. Да, не был. На 31 статья Конституции Российской Федерации позволяет не согласовывать митинги, а когда журналисты плюют на свой же закон государства больно. Но и болезнь это называется фашизм. Недаром он против матерей, как и любой фашизм. И матери на митинге это почувствовали, как никто другой. Матерья на марше само это словосочетание просто вау! Матерья на марше как десантный полк. Прекрасно они прекрасно понимают, что есть разница между детьми, которые из-за того, что они дети хулиганили и теми детьми, которые наше государство посылают в Сирию, а теперь уже в Венесуэбу воевать с рогатками на плечах против танков, а потом когда их копнут, заявляют, что их там не было, как сегодня в программе итоги недели пел Вадим Дубович и спасибо ему за это! так, и не и не на ту просто переправили так, просто переправили их наружу и переправили их туда в Сирию детей и Венесуэл и не просто они дали им оружие, а кормили как собак, что подтверждается в случае в Суворовском училище, когда вот этот вот червяк вирус там завелся, а червяки вируса заводятся только в одном случае, если детей будущих офицеров кормят внимание собачьей едой и вот это еще матерей возмутило конечно как тут быть патриотом России когда тебя те за которых ты будешь умирать в войнах тебя кормят в будущем тебя кормят собачьей едой да после этого любой который хочет служить в армии который хочет стать офицером станет шпионом и изменником родины и имеет тонное моральное на это право как ласов про которых быков напишет или снимет фильм к я к матерям присоединяется к отце чтобы защитить детей которые кидают государство на свои мясорубки политические отцы а дальше это уже не называется митинг протеста а называется революция поэтому машу матерей я желаю только одного бунта бессмысленного и беспощадного чтобы не случилось широкомасштабной войны к которому у нас всех готовят этот путлер этот новый гитлер который родился в ленинграде ну что ж на этом все ну-ка сейчас мы посмотрим сколько у нас есть еще время время у нас есть поэтому я могу вам наверное показать движение серповцев серповцев на так сейчас главное мне запись ОБС не отрубить так сейчас сейчас так на W не надо нажимать так сейчас скан тал на мар ш ш мать и и энтер ага вот он позорный так сейчас запись идет так сейчас мы вот этих вот серповцев которые вообще которые даже не менты не пойми кто так уже сверлить начинают здорово агенты кремля уже в моем доме начинают сверлить так сейчас смотаем вот плаката про который я говорил ага вот вот эти серповцы с google про вот этих ленточек вот если кто то он подходит и срывает вот этот плакат то можно ему двигать морду потому что это даже не полицейский ну это даже не полицейский это не пойми кто а вот этому уже морду двигать нельзя потому что полиция имеет право задерживать Ну, в общем, имеет право на насилие, к сожалению, в нашем обществе. А вот этим уродом надо двигать в морду, конечно. Да, и символом акции стали чёрные сердца. Но у Путина даже нет сердца. Потому что Путлер, новый фюрер, он даже не человек. Он жидомасонский гиптилоид. У них нет сердец. Но об этом вам подробно уже расскажет телеканал РУН-ТВ. Ещё могу рассказать то, что происходило в Самаре. А в Самаре опять рвёт трубу. Забавно, что Азаров там приглашает как бы со всей страны. Азаров, это губернатор Самарской области, Дмитрий Азаров. Приглашает эффективных управленцев со всей России. И когда он приглашает этих эффективных управленцев со всей России на полуфинал. Полуфинал, то есть ещё были четверть финала. 1-8 конкурса лидера России. В это самое время, в нескольких местах города, недалеко от Молодого, прорывает трубу. То же самое и на высшем федеральном уровне. Путлер там участвует в этих вот всяких конференций. Там типа экономического форма в Петербурге. Там действительно топовые эксперты съезжают со всего мира. А в это самое время случается потоп в Хакасии. Ну, потоп ликвидируют. Но новые дома никто не строит. Потому что деньги уходят, как мы выяснили сегодня, на подготовку к введению широкомасштабных боевых действий. Вот так вот. Да, и напоминаю, что на следующей неделе, скорее всего, меня не будет в эфире и в чефире. Не заварить мне чефир. Так что, скорее всего, ну, потому что глупо загадывать на будущее, увидимся через две недели. Всего вам самого наилучшего. Наступает очередная эпоха праздников. Желаю их вам провести хорошо. Скорее всего, увидимся третьего. Какого? Ну-ка, ну-ка, сейчас мы посмотрим. Так, 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 так. Догу, догу, догу. Скорее всего, да. Увидимся третьего марта на Вестях. Неделя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.